Добрый день, дорогие друзья! С вами я, врач-реабилитолог Кравцев Сергей. Сегодня мы будем лечить грыжу. Соответственно, лечить мы будем самыми обычными примитивными методиками. Ну и, пожалуй, давайте приступим. Грыжа диска, диска позвоночника, или, может быть, даже нескольких дисков, в первую очередь, характерна воспалительным процессом. О том, что такое сам воспалительный процесс, я уже снимал видео. Сейчас оно всплывет в подсказочках. А, соответственно, если обсуждать коротко, чем характеризуется воспалительный синдром, то воспалительный синдром, особенно при грыжах, это, в первую очередь, прострелы вдоль лучевого вне, вдоль седалищного нерва, соответственно, может быть, у нас локальное повышение температуры. Ну, что еще такое банальное назвать? Может быть, оно менее при, соответственно, если мы берем уголочку, стараемся данное место, пораженное, чувствительность прощупать, соответственно, может быть, в этой зоне немножечко чувствительность должна быть нарушена. У нас только нужно с одинаковой силой, соответственно, справа-слева поколоть. И, соответственно, можно и поясничку так пройтись, и вдоль паравертебральных линий. Ну, в общем, исследовать вдоль, особенно, участка, где эрадирует боль, и вдоль здорового участка примерно по той же линии пройтись. Ну, вообще поисследовать чувствительность вообще не мешало бы, не мешало бы. Можно сделать это валиком таким с иголочками физиотерапевтическим. Вот, и, соответственно, тоже пройтись, посмотреть вообще, есть ли нарушение чувствительности. Это, кстати, очень хороший признак. Если нарушение чувствительности очень сильно ярко себя проявляет, то, соответственно, незамедлительно нужно обратиться к врачу. Все может быть очень серьезно. То есть, дело может быть не только просто в крыже. Вот. Соответственно, дальше. Дальше назначаются у нас противовоспалительные препараты нестероидного типа, да. Соответственно, ну, что это может быть? Это может быть ибупрофен. Это может быть ибупрофен, диклофенак, мавалис. То есть, соответственно, ну, я бы использовал еще в запущенных случаях, конечно, тот же дипроспам. Ну, то есть, это кортикостероид. Но, опять же, это только в запущенных случаях. Если, допустим, у вас идет эшас, уже пошло все в ногу, вы чувствуете, что просто так это не закончится. Особенно, если вы уже переживали такие сильные рецидивы, то, соответственно, можно использовать дипроспамчик в этом случае. Очень частая ошибка пациентов – это в том, что вы делаете такой разорванный прием, пили ибупрофен, шернулись, значит, дипроспамом, потом снова начали пить ибупрофен или там мавалис, перескочили на 5-й, 3-й препарат, что-то посмотрели, съели, выпили, погрели. В общем, так делать не надо. Это надо четко для себя уяснить, что во время лечения воспалительного процесса мы ничего не греем, мы никаких препаратов по чуть-чуть, ни те, ни другие там не пьем. Мы вот выбрали ибупрофен, пьем его, допустим, 15 дней не помогает, значит, шеряемся дипроспамом. А не так, что вы едите целый компот из каких-то препаратов, и у вас там целая аптечка сохраняется, потому что вы все по одной таблеточке пьете и ждете, когда вас отпустится. Но еще таблеточки, когда отпустят, с одной таблеточки не отпустят. Следующее, что назначаются, это миорелаксанты, сердолут, медокал. В чем смысл? Смысл очень простой. Они должны снять спазм, так как у нас нет внутри организма пустого пространства, там все очень сжато, у вас мышца тонизирована, с одной стороны на нее давит сама грыжа, с другой стороны на нее давит мышца спазмированная, и они такие нервный корешок хобана, и сжали, значит, в окружную, отцепление такое произвели. Если мы мышцу расслабим, нервному корешку станет поспокойнее там жить, попроще. Соответственно, для того, чтобы расслабить мышцу, нам нужны как раз сердолут, медокал, ну, такие вот самые-самые-самые миорелаксанты простые. А еще желательно применение капельницы с эуфелином, а еще бы баралгинчиком туда внутривенно забабахать все это дело вместе. И если вы сами можете поставить капельницу, или у вас есть там знакомая медсестра, и вы, в общем, располагаете с такой возможностью, то очень даже может быть, вы можете это применить. Но, как правило, все это только в условиях стационара, и большинство людей находится дома, об этом остается только мечтать. Но если у вас есть возможность куда-то ходить на капельницу, то это прям круто. Возможно, применение витаминов группы В, мельгам, очень часто назначают их с набой В-шки. Но, соответственно, нужно понимать, что они синергируют все наши действия с таким немножко анализирующим тоже свойством обладают. Но нужно обязательно, что делать? Делать их неразрывно и понимать, что сами по себе одни и В будет, ну, очень мало, и никакого, как правило, терапевтического свойства одни не окажут. Поэтому, соответственно, ну, не стоит надеяться только на В-шки. Не нужно воспринимать это как самостоятельное лекарство. Это все-таки просто витамины. И по поводу хондропротекторов хотел бы озвучить. Применение хондропротекторов, ну, я все-таки считаю необходимым, но больше, чем 3-4 месяца они будут действовать. Они обладают очень таким пролонгированным, долгим накопительным эффектом. И это все-таки БАД. То есть, то, что должно попадать с пищей и постепенно-постепенно накапливаться в организме и приводить к тому, что у вас, в общем, ваши коллагеновые структуры и связки, и суставы, проще говоря, становятся крепче. Но каким-то вот непосредственным терапевтическим, тем более сиюмоментным каким-то эффектам, к сожалению, хондропротектор не обладает. Ну, противопоказаниями, значит, при обострении грыжи, это, конечно же, физические нагрузки, это, конечно же, бани, сауны, прогревания, вот эти вот ваши любимые. Почему нельзя греть? Потому что у вас, соответственно, вы сходили в баню, у вас сначала организм водичку скинул. Когда организм водичку скинул, соответственно, вы сначала, как губочка мышца, вы почувствовали, что стало даже легче, да? После бани, говорят, все пропадают боли и так далее, вроде как прогрелись. Потом пошла гиперкомпенсация. Соответственно, воды стало больше. И вас может прям сильно ущемить. И вся симптоматика еще больше обострится. Поэтому я бы не рекомендовал бане во время обострения грыжи. Ну, хотелось бы оговориться, что для европейской практики характерно применение парцетамола от грамма до двух. Вот они так лечатся. Постельный режим, парцетамол. И дня 4 уже должна постепенно начать наступать ремиссия. Но все-таки, конечно, такое лечение. Я бы сказал, что все-таки применимо в случаях неяркого обострения, неярких воспалительных процессов. И в случаях эшиаза я бы применял, конечно же, лечение, которое описано выше с применением как минимум нестероидных противовоспалительных препаратов. У филинчика, у филинчика капельницы прям. Ну, после снятия островоспалительного процесса, дальше будет идти атеотропное лечение. И вот прям там вам, значит, всякие ЛФК постепенно, массажи, физиотерапии и так далее. С вами был Крафтов Сергей, Medical Fitness. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спрашивайте, что непонятно, буду для вас снимать видео отдельно и радовать вас лечением, потому что я хочу, чтобы вы были здоровы, друзья.